добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем говорить об идентичности сегодня я хотел поговорить о одном из самых древних и самых таких знаете широко распространенных расколов идентичность христианская идентичность каждый христианин а я являюсь христианином я являюсь верующим в иисуса христа каждый христианин друзья это человек с абсолютно очевидной расколотой идентичности и он постоянно находится вот в этой борьбе на примере этого я хотел бы вам показать важность вопроса идентичности смотрите с одной стороны христианин это человек который живет на этой земле живет по ее законам живет живет под властью тех государств и правительств которых он обитает христианин ходит на работу зарабатывает деньги болеет как и все люди он подвержен всем материальным физическим химическим и так далее законам этой жизни а с другой стороны верующий человек рожденный свыше христианин это гражданин неба подчиненный другой более высокой власти человек обладающий всеми правами спасенного обладающий небесными привилегиями и вот в христиане не постоянно борются эти две идентичности кто ты ты земной или ты небесный ты тот который страдает и страдает только потому что он плотской либо ты тот который смотришь на страдания ну давайте так грубо говоря там сверху вниз кто ты в чем суть твоя идентичность в чем соль твоя идентичность где ты и многие верующие перестают быть активными христианами то есть выбирают не небесное а земное потому что земное ближе но более понятно но более осязаемо или же ты становишься человеком небо который живет верой и на все смотрит с радостью потому что понимает что эта жизнь когда-то обязательно закончится и небесная реальность победит но пока мы с вами не вошли в эту победу пока небесная не победила мы находимся в состоянии когда эти две идентичности борются мы постоянно находимся в этом конфликте и один из этих реальных миров обязательно победить знаете есть старая такая индейская притча когда про двух волков я думаю вы возможно и знаете когда один молодой человек сказал я у меня борется две сущности зла и добрые старик сказал да в каждом человеке живет два волка злой и добрый и один из них обязательно победит и молодой парень спросила который из них побеждает и старик сказал тот которого ты кормишь так вот проблема разделенной идентичности состоит в выборе что мы примем как а нашу идентичность и то есть какого волка мы примем решение кормить это и есть наделение идентичностью потому что многие дети на почти все в определенное время в определенном возрасте не способны сделать этот выбор самостоятельно нам нужно им помочь